Сегодня закончим немножко с хэш-функциями, на том, на чем остановились не успели, и перейдем, соответственно, к жадным алгоритмам и к динамическому программированию. Давайте вспомним, на чем мы закончили. Мы закончили на хэш-функции, которая основана на умножении, и там, ну, что-то не складывалось, да, по коэффициентикам. Вот, сегодня принес более легкую версию его, но которая обладает той же идеей совершенно. Представьте, что у нас там есть какие-то ключи, там, х, да, ключ. Давайте выберем некоторое дробное число c, c от нуля до единицы. Что это c будет делать и что мы по итогу хотим сделать, да? Если это c достаточно хорошо, и если это c там достаточно сочетается с теми ключами, да, которые у нас есть, то хотелось бы, чтобы c так или иначе нормировала наш ключ, ну, по всему массиву, да? Но в данном случае оно сначала будет нормировать наш ключ по промежутку от нуля до единицы. А именно, что мы делаем? Сначала мы берем и умножаем х на c. Очень просто, да? И получаем от нее некоторую дробную часть. Дробная часть. Понятное дело, что дробная часть распределяется от нуля до единицы, да, не включительно. Ну и, соответственно, а, ну ноль включает, ну, там, как бы окей. Вот. Соответственно, что мы с ней дальше делаем? Мы берем m, нашу старую знакомую, это размер хэш-таблицы, и умножаем, соответственно, на дробную часть х на c. И от всего этого великолепия берем уже целую часть. Что происходит, да? Вот здесь мы получили некоторую величину от нуля до единицы, а здесь, соответственно, получили пропорциональную ей позицию в нашем массиве. И таким образом, если c действительно там хорошо работает с дробными частями, то оно там равномерно будет в зависимости от х раскидывать его по промежутку от нуля до единицы, и вот эта операция уже будет раскидывать его по промежутку от нуля до m-1. Понятно? Супер. Хорошо. Теперь давайте посмотрим еще на одну разновидность хэш-функций. Это хэш-функция строки. Строки. Ну, про то, как числа мы, соответственно, обрабатываем и получаем от них хэш, все понятно. Хэш-функция строки на самом деле там не имеет под собой большей идеи, чем, например, хэш-функции, основанные на каких-то многочленах. Как она работает? У нас есть строка s равно там s нулевое до там s катого какого-то, да? Ну, просто размер. Ну, или s к минус первое. Что мы с этим великолепием делаем? Ну, и у нас, соответственно, есть хэш-таблица размера m. Тоже понятно. Мы, ну, у нас есть два варианта по факту, которые обозначают, какие, соответственно, какие символы из этой строки будут вносить, условно говоря, больший вес в итоговый результат. Либо начальные символы, да, которые стоят там в начале s0, условно говоря, s1, либо конечные символы s там, k минус 2, k минус 1. Но и так, и так мы можем записать две хэш-функции. Первая хэш-функция будет выглядеть как там h1 от s равно s0 плюс s1 на a плюс s2 на a квадрат плюс s k минус 1 на a в степени k минус 1. И все это по модулю m. Ну, тут мы, опять-таки, да, еще пользуемся тем, что у нас символы достаточно легко переводятся в числовое свое представление, просто как код символа. Вот. Второй вариант. Этот вариант там обозначает то, что, по факту, последние символы строки имеют наибольший вес в хэш-функции. Вот. Второе. Это h2 от s. Ну, такой симметричный вариант. s0 умножить на a в степени k минус 1 плюс s1 умножить на a в степени k минус 2 плюс s1 умножить, ой, s1 говорю, s k минус 2 умножить на a плюс s k минус 1. Это все тоже по модулю m. Так. Главная проблема там всего вычисления заключается в том, ну, и построение этой хэш-функции заключается в том, чтобы, соответственно, найти этот коэффициент a, от которого мы будем считать вот эти вот все хэш-функции. Ну, понятно, да, мы снова там возьмем, условно говоря, a простое и не будем мучиться. Вот. Есть еще такая штука для хэш-функции для строки как раз-таки, как метод Горнера, который позволяет немножко облегчить вычисление, соответственно, хэш-функции от строки. Если до этого нам надо было либо, соответственно, каждый раз высчитывать степень числа a, либо нам надо было, соответственно, там, завести какой-то массив с доп. памятью, в которой тоже бы мы складывали степень a по мере вычисления, то в методе Горнера все достаточно просто. Давайте для второй формулы запишем как бы его вид, да, а именно, там, h от s, h второе, равно s нулевое на a плюс s первое. Это все на a плюс s второе на a, и это все умножить там на a плюс s к минус первое. Ну и, соответственно, раскрывая эти скобки все, да, и подсчитывая так последовательно произведение суммы в скобках, мы как раз-таки получим то же самое. То есть s нулевое умножится на a, соответственно, k минус один раз. Понятно? Отлично. Так. Ну и давайте тогда еще немножко разговорного материала, потому что формально не буду выписывать, почему мы там хэш-функция отделяем иногда от хэш-таблиц по причине того, что по факту хэш-функция используется не только для того, чтобы получать индекс в хэш-таблице, в который мы, ну, по итогу будем там засовывать или по которым будем искать какое-то значение. Вот. Самое популярное использование хэш-функции по факту, с которым вы там встречаетесь сильно чаще, да, чем с какими-то структурами данных, это подсчет некоторых кэш-сум. Слышали про такую штуку? Как это работает? Если у нас есть некоторый файл, мы его в любом случае можем представить в виде какой-то, ну, например, битовой записи. И тогда, если у нас будет хэш-функция снова-таки, которая будет брать эту битовую запись и переводить в какое-то, ну, более короткое число, более короткий набор, соответственно, битов, и, как бы, мы для каждого, там, для, ну, одного файла посчитаем значение этого кэша, то потом мы сможем проверять этот файл на, ну, там, на внесение каких-то изменений и на целостность. Ну, наверное, вы пытались открыть у файла какие-то свойства в винде, и там можно было посмотреть его как раз-таки хэш-сума. Вот. Ну, и таким образом работают всякие, там, ну, вещи, когда, там, дело касается передачи данных, например, да, то есть легко передать хэш-суму и посмотреть там, а потом файл передать и посмотреть, совпадает ли там отправленный и полученный файл с вот этой хэш-сумой или нет. И тогда мы понимаем, что мы либо потеряли какие-то данные, либо, там, какие-то данные изменились. Вот. Вторая история, ну, и, да, окей, для, да, для вычисления контрольных сумм вот этих вот часто используют алгоритмы, там, наподобие CRC, может, тоже про него слышали? Нет? Про избыточные цикличные эти двигатели. Вот. Ну, CRC основан на том, что мы выделяем некоторые биты и, соответственно, к ним, там, по тем или иным правилам, в зависимости от разновидности этой хэш-функции, ну, применяем некоторые, там, преобразования. И потом мы, там, например, если, там, паксорить какие-то куски, да, файла или еще что-то сделать, мы получим как раз, ну, плюс-минус какую-то уникальную сумму. Несмотря на это, да, понимаете, что когда мы большие файлы пытаемся, там, подсчитать внутрь какого-то одного небольшого значения, то, ну, коллизии тоже возможны. Поэтому главное в этих функциях то, чтобы, там, например, даже изменение одного какого-то бита влекло за собой изменение хэш-суммы. Вот. Понятная механика? Ну, и вторая история о том, почему их называют криптографические хэш-суммы, тоже, наверное, понимаете, да, это тоже связано с передачей каких-то данных и с их проверками. Вот. Могу выписать, ну, не знаю, насколько это нужно, да, потому что либо на семинаре это у вас будет, вот, либо, там, вы сможете сами это посмотреть, потому что это такая история сложная, наверное, ее стоит опустить именно вот из-за того, что их несколько, и выбрать какой-то один, и выбрать какое-то одно преобразование будет, ну, не то, что неправильно, а как-то не очень показательно. Со стороны это будет выглядеть просто как использование какого-то полинома. Вот. Но по факту, вот, как выглядит CRC, да, самый обычный. CRC от K от X равно K от X X в степени M mod P от X. Что это нам говорит? Что у нас есть некоторый, во-первых, полином K, который, соответственно, принимает в себя, да, число X. У нас есть некоторый ключ, который, там, как-то мы с его степенями работаем. Ну, как правило, в данном случае ключ – это непосредственно, там, один из элементов просто биткода. Вот. И есть второй полином, по модулю которого мы как раз-таки берем результат. То есть это совпадает с тем, как мы, там, через деление на полином вычисляли хэш-функцию для чисел. Ну, не для чисел, а для каких-то, там, множеств. Вот. Помните, да, на предыдущей паре? А вот этот PSX, он, получается, фиксирован для того? Да, да. Оно там почти все фиксировано, и все эти, кроме непосредственно ключа. А, как и K? То есть K тоже фиксировано. Это зачем мы его передаем? Ну, для того, чтобы преобразовать вот наше значение X в какой-нибудь полином. Это получается, что это зависит тогда? Что? Ну, да. А в чем проблема? А при этом PSX? Еще раз. Ну, то есть у нас фиксировано, получается, только PX. Ну, в плане коэффициенты многочлена PX. Коэффициенты KX, получается, не так? Ну, коэффициенты KX нет, а само KX фиксировано, ну, то есть то, во что мы подставляем X, оно что же фиксировано? А после подстановки X в него, да, оно, как бы, примет какое-то значение. Ну, как и с обычными многочленами, да? То есть его коэффициенты фиксированы, а результат при подстановке каких-то значений не фиксирован. Тут то же самое. Ну, то есть в Центре это только KX или PX тоже? K у нас как бы оно есть уже, да, то есть в зависимости от выбора хэш-функции. Вот. K это полином, а X мы непосредственно передаем, это непосредственно там текст. Вот. Окей, ладно. Потом, может, как-то подробнее это рассмотрим. Давайте перейдем непосредственно к теме лекции. Это просто то, что мы не успели в тот раз, но кажется, что мы хэш-таблицы там разобрали достаточно подробно. Вот. Сегодня начнем с такой темы, как жадные алгоритмы. Алгоритмы. Вот. Но по факту о ней поговорим достаточно коротко. Я думаю, там, многие, кто занимались там каким-нибудь олимпиадным программированием в той или иной мере или просто решали какие-то математические задачки, ну, очень хорошо знают, что такое жадный алгоритм. В чем их там базовая суть, да? У нас есть какая-то достаточно там сложная задача, большая. И в чем история? Мы хотим, если от нас требуется принять какое-то количество решений, либо там пройти какой-то путь, либо выбрать какие-то элементы, на каждом из шагов мы, соответственно, пытаемся выбрать локальный оптимум. То есть, если там нам надо набрать какой-нибудь проход по графу взвешенному, то мы там идем по самой вершине с наименьшим весом, точнее, по ребру с наименьшим весом, к которому у нас есть доступ. Это понятно? Вот. Задач много, но на самом деле я не знаю, насколько они будут там показательны. Я думаю, с этим вы все встречались. Так что давайте. И это как бы общая базовая идея. Если вам надо как-то очень там грубо, например, оценить значение какого-то там алгоритма, да, то есть там либо всякие короткие пути, либо собирание чего-то, либо там построение чего-то, либо работать со строками, да, то жадные алгоритмы, ну, достаточно хороши для того, чтобы просто иметь представление о порядках, например, да, если у нас нет никаких там отклонений, флуктуаций, в которые нас может завести жадный алгоритм. Вот. Однако не все задачи там можно решить жадным алгоритмом. И вот сегодня мы как раз-таки над этим немножко поработаем. Слышали про такую вещь, как задача о рюкзаке? Ну, я думаю, да, все слышали. Ну, давайте запишем. Задача о рюкзаке. Рюкзаке. В чем история? У нас есть некоторый рюкзак, у которого определенная вместимость. То есть там количество, например, килограмм, которые мы можем унести, да, или размер какой-то. Вот. И у нас есть некоторое количество предметов. То есть там предметы. Предметы. А первое там, ну или там просто множество, да, какой-то предметов. А там нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый, там, и ты житый предмет. Вот. У каждого предмета есть два показателя. Это, во-первых, его вес, то есть там омега и. Ну, в этой задаче его берут целочисленной и больше нуля. Вот. И второй предмет — это некоторая стоимость. С от И. Ну, давайте тоже скажем, что она целочисленная и больше нуля. Зачем долго париться? Вот. И в чем будет заключаться наша задача? Это выбрать такое подмножество всех предметов, чтобы, соответственно, стоимость была максимальна, а, соответственно, суммарный вес не превышал некоторого омеги, где омега — это, соответственно, вместимость нашего рюкзака. Я думаю, формулировка достаточно понятная, да? Круто. И вот. Давайте посмотрим, как эту задачу можно или нельзя решить жадным алгоритмом. Самое там легкое, что можно сделать, ну, коль скоро мы максимизируем нашу… C и T — это стоимость предмета. Вот. Да, если мы хотим максимизировать стоимость там предметов, которые мы берем, то, наверное, жадный алгоритм будет выглядеть как? Давайте найдем предмет с максимальной стоимостью и положим его в рюкзак. И, соответственно, как бы, если, ну, там, скажем, что мы заняли там его вес уже в рюкзаке и потом найдем второй предмет с максимальной стоимостью, да? Ну, то есть, а потом, если мы там не можем положить очередной предмет, то ищем предмет с чуть меньшей стоимостью и, соответственно, там, снова пытаемся его положить. Вот. И так пока рюкзак не наполнится. Ну, то есть, пока там остаток веса не станет больше, чем там любой… ну, чем вес любого из остаточных предметов. Однако для такого жадного алгоритма есть, ну, некоторый контрпримет. Давайте рассмотрим такой набор предметов, где у нас есть нулевой предмет, который, ну, стоит, например, 15 единиц, c, а весит 10 единиц омега. Вот. Есть у нас первый предмет, который стоит поменьше, ну, пускай 10 единиц, а весит 5. Есть третий предмет, ну, второй, да, который тоже стоит 10 и весит 5. Так. И вы понимаете, в чем проблема, да? Мы хотим, ну, и пускай у нас есть омега, большое, равное 10. То есть, максимальный вес, который мы можем положить, это 10. Вы уже видите, да, что у нас есть два варианта по факту, взять только этот предмет или два этих. Вот. Ну, и как бы логично это выводится. Вот. Однако, если мы запускаем жадный алгоритм, который призван, да, выбрать сначала самый дорогой предмет, то он посмотрит вот на этот предмет и, соответственно, захочет его взять. И таким образом забьет рюкзак. Понятно? Вот. Так что не всегда выбор там локально какого-то оптимального варианта несет в себе там, ну, реально там абсолютно оптимальный алгоритм. Окей. Давайте тогда оставим ту же задачу с рюкзаком и попробуем вывести немножко другой алгоритм, который, ну, даст нам, наверное, какое-то более хорошее решение. Что? Не совсем. Так, это оставим в качестве контрпримера. Это скроем. Окей. Давайте введем некоторую величину. Ну, пускай у нас есть, да, снова какое-то количество предметов, n, да, там. А нулевое, n минус первое. И внесем некоторую величину а от k и от s. Что она будет означать? Это максимальная стоимость предметов, предметов, которые выбраны из а нулевого а к минус первого и не превышают s по весу. Так, насколько формулировка понятна? Ну, да, конечно. То есть это такое, как бы, локальное решение задачи о рюкзаке, да. Пускай у нас вес s, пускай мы можем брать только первые k предметы. Там, да, k минус первое. Вот. Во-первых, насколько вам там кажется логичным такая вещь, что a от нуля s равно нулю и a от k0 равно нулю. Отлично. Теперь давайте логически рассудим, как, используя эту функцию, можно вычислить, соответственно, наше там, наше оптимальное решение задачи о рюкзаке. Вот. Ну, давайте скажем, что если у нас, например, для предыдущих k, да, то есть для k минус 1, например, есть результат, уже имеющийся, то значит оптимальный алгоритм там, да, и оптимальный набор для a, k, s будет, соответственно, либо включать следующий предмет, да, акатый, либо не включать следующий предмет. Да? То есть пусть, пусть знаем a, k минус 1, s. Тогда, ну, как раз-таки воспользуемся той идеей, да, что у нас новый набор будет либо включать там новый предмет, либо не включать его. И в таком случае a, k, s равно максимум, ну, мы же максимизируем стоимость, от, там, просто a, k минус 1, s. И чего? Скажите. a, k минус 1, s минус омега ката плюс, там, c ката. Ну да, если у нас вычислены, соответственно. Не, ну для этого мы должны знать только предыдущий, кажется. А, ну, да, окей, да, согласен. Да, имеется в виду, что предыдущие у нас есть, как бы, там, размышления на этот счет. Давайте так. Вот. Соответственно, что мы можем с этим замечательным подходом сделать? Ну, все очень просто. Для решения задачи о рюкзаке полностью мы должны вычислить a от n, ну, где n, количество предметов, соответственно, да, и омега большое, где омега большое, это наш имеющийся вес. Так, хорошо. Давайте попробуем, да, наверное, на этом наборе и сделаем это. Почему нет? Смотрите. Ну, давайте скажем, да, что, во-первых, a там от 2, да, ну или от 3, наверное, да, лучше. Типа 3 предмета первых и 10 равно. Какой у нас первый вариант? Первый вариант у нас, соответственно, извините, сейчас, секунду. Ну да. Первый вариант, имеющийся у нас это. Да, равно. Так, так, так. Что? Ну, я хочу расписать итоговую историю, а потом уже там пойти вниз и понять ее, да. То есть, что он говорит, да, что мы либо, так, либо берем третий предмет, либо не берем. Понятно? То есть, либо это a от 2, 10, там, равно max, либо это a от, соответственно, чего там, от 3, а, нет, ну, все равно от 2, да, а от 2 от 5 плюс 10. Согласны? Вроде не особо ошибся, да, то есть, либо мы третий предмет не берем, и тогда у нас, получается, вот для этих двух предметов такая же задача остается, либо мы берем предмет, и тогда к стоимости итоговой прибавляем 10, а, соответственно, из этой, да, из веса возможного отнимаем 5. Хорошо. Ну, давайте тогда для a2, 10 распишем. Кстати, скажите, какой, ну, вот заранее скажите, какой будет оптимум для a2, 10? Да, совершенно верно, потому что, типа, когда у нас остается вот такая вот подзадача, мы уже, типа, ничего с этим не можем сделать. Ну, да. Итак, давайте скажем, что это там либо равно a1, 10, либо это равно a, соответственно, 1, 5 плюс 10. Ну, и, соответственно, a1, 5, да, равно 0, потому что мы не можем никоим образом этим заниматься. Вот. a, a1, 10 равно 15. Из этого мы выбираем 15. Тут у нас получается 15 всего. Вот. Ну, и, соответственно, давайте рассмотрим a2, 5, второй. 2, 5. Который равен, либо мы берем второй, да, соответственно. Ну, давайте, либо мы не берем второй, a, 1, 5, и это уже там явно равно 0. Либо мы, соответственно, берем второй и получаем, что это a от 1, 0 плюс 10. Соответственно, тут у нас получается десяточка. Итого 10 плюс 10 — это 20. Ну, и 20 больше 15, соответственно, вот получили, как бы, оптимальное решение для этого набора. Понятно? Ну, надеюсь, я думаю, что вы с этим сильно знакомы. Так что не придется, как бы, там, долго это рассматривать. Вот. Асимптотика вычисления такого подхода. Я думаю, что вы тоже понимаете, да, в чем она будет выглядеть. Какая итоговая, да, то есть, мысль о том, как мы делаем, как мы вычисляем асимптотику этого всего подхода, да, и вот такого вот вычисления рекурсивного. Что? Ну, по факту это не будет двумерным массивом. Ну, да, то есть мы действительно можем сделать там какой-то массив, но он будет плохо работать, потому что там мы тут явно 3 на 3 не использовали там хорошо. Вот. Смотрите, какой подход предлагается. Точнее, ну, прямой подход предлагается пока что. Вот. Соответственно, асимптотика этого всего, да, просто как асимптотика рекурсии считается. Вот. Насколько большая глубина у этой рекурсии может быть? Еще раз? Нет. По факту, конечно, нет. По... Ну, вот, да, совершенно верно. То есть, ну, только итоговая асимптотика будет n на вес. А по факту мы можем спускаться либо до n, да, но тогда мы можем спускаться только столько раз, сколько нам позволяет вес. Почему, да? Потому что вот так вот происходит. То есть, от n в омега асимптотика. Этого нам, как бы, достаточно, потому что мы можем уменьшить, соответственно, ну, уменьшаем, там, как бы, количество предметов, которые мы можем взять, да, или, там, тот кусок, из которого мы выбираем. Мы n раз, ну, и, соответственно, еще можем омега раз уменьшить вес максимум, да, потому что, там, самый предмет мелкий может стоить один, и, соответственно, там, его берем, не берем, ну, понятно. Окей. И вот этот вот весь замечательный подход, в чем он, собственно, состоял, да, он состоял в том, что мы умели решать какие-то более мелкие задачи, и, соответственно, из этого могли, так сказать, связать, да, вот здесь, там, условно говоря, слияние решения двух мелких задач происходит для решения большой задачи. И этот подход называется динамическим программированием. Понятно? Ну, я думаю, о нем тоже слышали. Так, давайте подсотру немножко. Ну, ладно, сотру. Поверх не пишется что-то. Угу. Вот. И сегодня как раз мы в большей степени остановимся на динамическом программировании, потому что, наверное, оно как-то более применимо и в наших задачах, ну, и как-то требует, там, немножко подумать, да, в отличие от жадного алгоритма, но из-за того, что мы немножко подумали, у нас результаты получаются лучше. Давайте это все сотру. Динамическое программирование. Однако есть два больших, так сказать, раздела и два больших подхода в динамическом программировании. Это, во-первых, нисходящий проход, да, условно говоря, нисходящее динамическое программирование и восходящее. Чем они отличаются, да? Если основная идея — это разбить большую задачу на много мелких подзадач, а потом, получив решение для мелкой подзадачи, там, для всех, да, склеить их в решение одной большой задачи, то у нас есть два способа. Первый способ, он был как раз-таки описан, когда мы решали задачу в рюкзаке, и это рекурсивное соотношение выделяли, да, что возьмем, выразим большую задачу через маленькую и, соответственно, там, эту маленькую еще раз решим тем же способом, вот. И, соответственно, идем мы вниз таким образом по рекурсии, вот. Однако восходящее программирование заключается в том, что мы сначала получим результат для некоторых мелких предметов, да, то есть для самых мелких задач, а потом уже, зная их, будем решать более сложные задачи. Вот. Давайте я приведу пример задачи, для которой очень, там, сильно прослеживается различие между, соответственно, нисходящим и восходящим подходом. Вот. А задача называется числофибоначчи. Ну, тоже про них, наверное, неоднократно слышали. Вот. Можете себе представить, в чем заключается восходящий подход в числах фибоначчи? Да, совершенно верно. Сначала, ну, взять базу, просто, да, f нулевое и f первое, а потом, соответственно, там, сделать несколько, ну, кажется, на первой паре мы уже об этом говорили, вот, да, такой линейный подход восходящий, что сначала мы для единички, для двоечки, для троечки, для четверочки посчитаем эту функцию, а потом перейдем, соответственно, к fn. Линию она занимает из-за того, что мы сохраняем результаты, там, предыдущих двух, и из них на ходу склеиваем следующее числофибоначчи. Понятно? Вот. А, соответственно, в чем заключается нисходящий подход, да, сейчас договорим и перерыв сделаем, вот, в чем заключается нисходящий подход при вычислении числафибоначчи? Конкретно в рекурсивном подходе, да, если мы запишем там fn равно fn минус первое плюс fn минус второе, если мы сделаем такую запись, то нам придется для вычисления сходу fn сначала вычислить fn минус первое, fn минус второе. Понимаете? И тогда мы огромное количество раз там будем доходить до f нулевого, например. И, как бы, ну, асимптотика будет большой за счет того, что максимальная глубина рекурсии там n, и, понятное дело, и каждый раз рекурсия раздваивается там на два ребра и, соответственно, множит количество вычислений. Есть один элегантный выход из этого, так сказать, положения. В чем он заключается? Да, именно в нисходящем. То есть если вам уже, как бы, там, нужно, да, там, то есть не поддается, например, восходящей, восходящему по счету ваша функция, нужно только нисходящей, да, то в чем может заключаться, как бы, спасение? Совершенно верно, да? Кеширование результата. Результат. Как это работает? При вычислении по такой формуле вы выделяете массив там на n-1 элемент, условно говоря, да, в нолик и единичку записываете там единичку-единичку, как вы это делаете, да, и когда приходит время вычислять очередной, да, очередную там fi равно там fi-1 плюс fi-2, вы говорите, давайте посмотрим, есть ли у нас в нашей табличке, в которой мы закашировали результат, значение fi-1, fi-2. Если они там есть, это, ну, если их там нет, то мы, понятное дело, рекурсивно снова вызываем все, а если они есть, мы непосредственно подставляем их из таблички. И в тот момент, когда мы первый раз fi-2 посчитали, мы ее записываем в нашу табличку. И таким образом нам надо будет спуститься, ну, по факту один раз, посчитав все вот эти вот для всех n. А все остальное мы будем использовать просто как бы из таблички. Понятно? Окей, давайте тогда перерыв 5 минут и продолжим. Окей, еще одна задача, для которой нам как раз динамическое программирование понадобится и которая прям раскроется в этом динамическом программировании. А именно поиск наибольшей возрастающей последовательности. В чем заключается задача? Пускай у нас есть массив чисел, там, а, да, там, а нулевое, а, n, и из них нам необходимо, ну, по крайней мере, найти длину наибольшей возрастающей последовательности. В чем может быть проблема, да, как бы давайте просто посмотрим, как решать эту задачу чисто визуально, да, давайте какую-нибудь нагенерим, там, скажем, какую-нибудь строку такую из чисел, да, там, 1, 3, 2, там, 10, 6, 5 и там еще тройку какую-нибудь, да, сможете мне сходу назвать длину наибольшей возрастающей последовательности? Ну, или давайте тут еще сделаем, например, какой-нибудь чет... 7, да, допустим, вставим. А, классно, придумал. Это 7, да. Ну, да, да, супер. То есть можно взять, например, так, 1, 2, 3, 7, да. Можно взять, там, 1, 2, 5, 7, 1, 2, 6, 7. Ну, да, 1, 3, 5, 7, 1, 3. Ну, короче, вот так вот, да. Если мы уберем семерку, то тут получится 3. То есть хоть вы возьмете 1, 3, 10, хоть вы возьмете, там, 1, 2, 6 или, там, 1, 2, 3. Вот. Но, как бы, когда мы говорим все-таки о большой задаче, ну, не всегда можно визуально это все посмотреть. Так что давайте воспользуемся, так сказать, нашей вот этой вот идеей динамического программирования, о том, что зная задачу для каких-то предыдущих результатов более, там, ну, более маленьких, можно и для большой задачи найти этот ответ. Смотрите. Давайте заведем массив D от 0 до N-1. Что он будет в себе содержать? он будет содержать длину наибольшей возрастающей последовательности, которая оканчивается в item-символе. в item-символе. Символе. Понятно? Ну, понятно, да? Смотрите. Ясно, что D от 0 равно единичке. Это понятно, да? Потому что вот для, условно говоря, этой подстроки, этого префикса, у нас есть только одна наибольшая возрастающая последовательность, которая состоит только из единички. Согласны? Окей. То же самое, да, если, там, если D и T Да, да, то есть, если он заканчивается, ну, если подпоследовательность заканчивается в этом символе, значит, он в нее входит. Вот. Ну да, соответственно, если D и T равно единичке, то просто у нас последовательность из одного символа, да? Д, да, последовательность, а, и T. Вот. Иначе, если D, там, и T больше единички, то что мы говорим, да? А мы раз мы говорим, что восстановление, пока что без восстановления. Так, понятно? Если мы хотим получить какое-то значение, больше единички, то найдем найдем максимум D, там, нулевое, D и минус первое такой, что A, там, от этого максимума меньше, чем A и T. В чем механика-то заключается? Коль скоро у нас есть, как бы, мы имеем результат для, там, предыдущего какого-то количества символов, то для того, чтобы найти результат для следующего числа, да, нам необходимо посмотреть, какую максимально длинную последовательность мы можем этим числом продолжить. понятно? Вот, окей. Ну и, соответственно, это что будет у нас, да? Во-первых, асимптотика, да, будет N квадрат, почему? Потому что мы для каждого символа, да, должны пройтись по всем индексам, которые меньше него, и проверить. Логично. Вот, давайте построим D для вот этой вот строки. вот для этой 1, 3, 2. Как он будет выглядеть? Ну, понятное дело, что в единичке все будет нормально. Это будет 1, да? Ну, точнее, в нулевом индексе. Для первого индекса мы можем сказать, что либо у нас 1, да, только тройка, однако максимум из предыдущих, таких, что а и т, ну, там, а житое меньше а и т, такой есть, это единичка. Понятно? Значит, тройкой мы можем продолжить последовательность, которая кончается в единичке и сказать, что тут 2. Так. Для двойки что у нас будет? Совершенно верно, 2. Тройку мы не можем продолжить, потому что она не совпадает с этим условием, не соответствует ему. Вот. А единичку можем продолжить, 2. Для десятки, ну, явно, да, мы, типа, можем продолжить и двойку, и тройку, и единичку, но, как бы, мы берем максимум, так что двойка, тройка, и тут будет 3. Дальше 3, дальше 3, и дальше, соответственно, кажется, да, кажется 3, потому что двойку мы можем продолжить. 3. Если бы у нас здесь была семерка, как я изначально, да, писал, то что бы мы могли сделать? Ну, совершенно верно. Мы бы просто стреляли на эту тройку и сказали бы продолжим ее. Да? Пускай. И получили бы здесь 4. Так, подход понятен? Окей. Ну, и это явно динамическое программирование, потому что, соответственно, мы воспользовались тем, что, зная предыдущие какие-то результаты, мы можем получить полный результат. Притом это восходящее динамическое программирование, потому что сначала мы вычисляем мелкие результаты, потом беремся за большие. Так, окей. Давайте теперь попробуем немножко оптимальнее эту задачу решить. А именно, скажем, что D и T теперь Динамическое программирование, это число, это число, на которое оканчивается максимальное возвращение, ну, на которое оканчивается какая-либо возрастающая последовательность длины i, которая оканчивается последовательность длины i. Это формулировка понятна? Я надеюсь. Вот. И в чем будет механика второго решения через динамическое программирование? Ровно в том, что если у нас существует какая-то последовательность, там, житая, условно говоря, да, которая оканчивается меньше, ну, на меньший, как бы, элемент, да, чем мы сейчас рассматриваем, значит, мы можем продолжить эту последовательность. Понятно? И, соответственно, как будет происходить там разговор о, соответственно, решении этой задачи? Во-первых, первое, d будет возрастающей последовательностью. Последовательность. Почему она будет таковой, да? Потому что иначе, если она будет убывающей, то давайте, да, для этого еще одно внесем, что это наименьшее число, на которое заканчивается последовательность длины i. Наименьшее. Если их несколько. Наименьшее. Вот. Да. И тогда выполняется, что d — это возрастающая последовательность, потому что если она не возрастающая, да, то как мы смогли добиться того, что у нас там на какое-то большое число заканчивается меньшая последовательность, если на меньшее число заканчивается более длинная последовательность? Это неправильно, потому что тогда мы могли бы сделать там, типа, такую же последовательность, которая заканчивалась бы на это же маленькое число, там, длины и минус 1, условно говоря. Понятно? Ну, сейчас посмотрим по примеру. Вот. Просто говорят. Вот. И в чем будет заключаться наше решение? При добавлении очередного элемента аитова, да, при попытке посмотреть, какая к нему наибольшая возрастающая последовательность будет вести, мы пройдем и посмотрим, куда, то есть к какой последовательности, к насколько длинной последовательности его можно приставить, чтобы он как бы ее продолжал. Вот. Для этого, с учетом того, что у нас возрастающая последовательность d, воспользуемся бинпоиском. Бинпоиск. Поиск. По. d, там, от 0 до i-1, точнее, ну, да, просто, да, от 0 до k. Мы еще не знаем, да, сколько у нас забитый ячейк, по факту. Вот. Для аитова. Соответственно, каждая новая аито мы как бы встречаем, то есть нашли для него его позицию, да, куда его можно пристроить и смотрим, да, коль скоро мы ее можем пристроить к, например, там, какому-то d, житому, да, к какой-то последовательности достаточно длинной, то d, ж плюс первое может быть либо меньше аитова, и тогда все нормально, то есть мы не обновляем ничего, или больше аитова, и тогда мы обновим нашу последовательность. Вот. Давайте снова посмотрим на примере, как это будет работать, для того, чтобы, ну, как-то с этим справиться. Смотрите, снова, да, d2 там выделим и пойдем по, как бы, имеющимся результатам. Для единички, соответственно, у нас будет, ну, да, d нулевое равно 0, это, как бы, понятно, да, что у нас, там, последовательность длины 0 будет, ну, или давайте минус бесконечность даже сделаем, да, чтобы не путаться. Вот. Дальше. у нас уже есть последовательность длины 1, которая заканчивается на единичку, значит, d1 будет равна единичке. Чему будет равна d2? Давайте выясним, давайте выясним, да, возьмем a2, это тройка, и найдем, как бы, позицию, куда мы можем воткнуть ее в d. Соответственно, с помощью бинт-поиска по вот этим двум элементам нашли, что она может воткнуться сюда. Значит, она продолжит, соответственно, последовательность длины 1, которая заканчивается на единичку, и образует последовательность длины 2, которая заканчивается на троечку. Понятно? Окей. Давайте двойку рассмотрим. Снова бинт-поиском найдем ей место, и она встанет туда же. Значит, она не может продолжить последовательность, которая заканчивается на троечку, по понятным причинам, зато может продолжить последовательность, которая заканчивается на единичку. и тоже образовать последовательность длины 2. Значит, мы обновим d2 на двоечку. Понятно, Ишак? Да, потому что двойка меньше тройки, и как бы с ней мы сможем больше сделать последовательности. Окей. Ну, для десятки тут все понятно, да? Десятка влезет вот сюда, потому что она может продолжить и троечку, и двоечку, и с ней все как блок. А дальше шестерка заменит десятку, пятерка заменит шестерку. Этот шаг понятен? Супер. Пятерка где-то тут останется. Потом, а, ну тройка заменит пятерку потом, и семерка встанет сюда, соответственно, и продолжит, и станет d4. И, соответственно, после заполнения вот этого массива, а он заполняется за o от n луген, да? Мы можем сказать, что последнее d, которое у нас есть, как раз таки обозначает, во-первых, элемент, на который заканчивается наша вся история, да? И, во-вторых, оно обозначает как бы длину нашей наибольшей возрастающей последовательности. Да, и при этом мы можем легко восстановить эту последовательность. Хороший способ. Вот. Окей, окей. Ну, вот, кстати, я не буду… Ну да, наверное, мы сможем восстановить эту последовательность. Да, наверное, да. В таком случае да. Хорошо. Понятно? Окей. Давайте еще одну задачу сейчас посотру и еще одну задачу попытаемся решить. Ага, времени у нас вроде хватает даже на нее. Супер. Следующая задача, которая перед нами встанет и которая тоже решается, там, динамическим программированием, называется расстояние Ливенштейна. Еще его называют редакторским расстоянием. Я это не буду записывать, но вы можете запомнить. В чем заключается задача? Ну, тут как бы, да, более подходит, наверное, даже редакторское расстояние, потому что мы не знаем, кто такой Ливенштейн пока что. Вот. У нас есть два каких-то слова, ну, либо два текста, если угодно, да, то есть. И редактору нужно из первого текста сделать второй. Какие есть инструменты для работы у редактора? Он может делать три вещи. Он может заменить один символ текста на другой. Он может вставить символ внутрь текста, соответственно, сместить все вперед. Вот. Либо удалить символ из текста, сместив все назад на один символ. Понятно? Вот. В чем заключается... Ну, самый простой способ какой? Если два текста известны, то просто стираем первый текст и пишем второй. Вставляем там в конец просто последовательный элемент второго текста. Но это, понятное дело, ну, не оптимальный какой-то вариант, и хочется поменьше этим заниматься. Вот. Так что давайте немножко формализуем и попробуем найти решение через, соответственно, динамическое программирование. Во-первых, сделаем такую штуку, как стоимость операции. Вот. Смотрите, в чем история. Расстояние Ливенштейна — это только частный случай. А по факту задача ставится, ну, более широко, да? Если мы редактируем массив, например, то заменить один элемент будет стоить от единицы, а вставить или удалить элемент будет стоить от n. И тогда как бы эта задача уже приобретает несколько другой характер. Вот. Однако сейчас мы работаем с тем способом, да, с тем видом задачи, когда у нас все, там, все операции равнозначны. Во-первых, у нас, там, ну, как бы это обозвать-то, может, как-нибудь. Давайте скажем вот так вот, да, что если мы имеем два одинаковых символа, а, 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 да, то стоимость операции 0. Омега я буду называть стоимость операции. Если мы имеем два разных символа, да, там, сделать из a, b, условно говоря, то стоимость операции 1, если a не равно b. Если мы хотим вставить символ, то есть сделать из пустого символа какой-то b, то нам тоже придется заплатить 1. И если мы хотим удалить символ, то есть сделать из какого-то символа a пустой символ, то нам тоже придется заплатить 1. Это понятно? Окей. Хорошо. Теперь давайте введем функцию, которая будет считать как раз-таки редакторское расстояние для двух строк. Что там такое? А, окей. Это у вас еще формалок не было. Ладно, пустые слова, так пустые слова, как говорится. Давайте введем функцию d малая, которая просто будет обозначать, да, s, первое, s, второе. И введем функцию d большое, которая будет у нас непосредственно связана как раз-таки с динамикой. d, m, m, n. То есть это там фактическое расстояние Элевенштейна, это как бы динамическая формула для его нахождения. Ну и давайте несколько очевидных сделаем, так сказать, условий. Во-первых, d от s, первое, s, второе всегда будет больше либо равно, чем s, первое минус s, второе по модулю. Согласны с этим? Окей. m, n это, ну, это размеры строк, но сейчас мы об этом, мы об этом поподробнее поговорим, подробнее выведем просто. Вот, смотрите. Ну, во-первых, да, второе, факт, которым мы пользуемся, d от s, первого, от s, второго равно нулю. Тогда и только когда строки равны. Тоже понятно. Вот. И третья история, что d от s, первое, s, второе, как там записывается, меньше, либо равно максимуму от s, первое, s, второе. Это тоже понятно? Когда достигается такой максимум? Ну, когда абсолютно все символы в обоих строчках различны. Да, если первый будет состоять из символов a, второй состоять из символов b, то мы можем только там первые, там, какие-то части символов поменять на b, а потом либо дописать остаток b, либо удалить остаток a. Понятно? Окей. И теперь давайте, соответственно, выведем некоторую динамическую формулу для получения результата для d большого. А именно, скажем, что у нас там, представим, что сколько нам нужно будет, да, вы спрашивали, что такое m и n. Итак, представим, сколько нам нужно сделать преобразований для того, чтобы перевести i первых символов для первого слова в j первых символов для второго слова. Понятна механика? Ну, да, снова-таки вот эта вот динамика о том, как мы это все будем делать. Окей. d и t житая, то есть по факту, да, d и t житая равно первые, там, первые i символов первого слова и первые j символов второго слова. Во-первых, d и t житая равно, там, с чего начнем? Ну, да, во-первых, равно нулю, если i равно нулю, j равно нулю. Во-вторых, равно i, если, там, j равно нулю, i не равно нулю. Там не равно нулю. Потом j, если i равно нулю, j не равно нулю. Это понятно, первые три истории? Окей. А дальше что мы делаем? Мы говорим, что мы либо поменяем, то есть, да, если у нас j не равно нулю, i не равно нулю, то что мы сделаем, да, либо мы вставим, так сказать, ну, точнее, поменяем элемент, там, первого слова, либо вставим элемент первого слова, ну, короче, d от i минус 1, j плюс 1, либо d, точнее, как, от j минус 1, ой, точнее, i, j минус 1 плюс 1, мин, наверно, мин, наверно. Либо что? Подсказывайте. То есть, либо это вставка еще одной буквы вперед к j, либо это вставка еще одной буквы вперед к i, либо это замена букв, то есть, d, i минус 1, j минус 1 плюс p, это, жито. Что такое p, это, жито? p, это, жито равно нулю, если, там, s первое, это, равно s второе, жито. Или единицы, если s первое и t не равно s второе, житое. То есть, мы берем минимальное, там, возможное количество действий из вот этих трех вариантов. То есть, когда мы докидываем еще одну букву к предыдущему результату со стороны i, когда мы докидываем еще одну букву к предыдущему результату со стороны j, и когда мы не докидываем, докидываем фактически обе буквы, и либо они равны, либо, как бы, мы меняем одну на другую. Понятно? Окей. Хорошо. Можете какое-нибудь два слова придумать, у которых будет достаточно адекватное расстояние Левенштейна? А? Ну, который похожий, там, 4-5 символов. Посмотреть, как это работает. Маша, Леш. Окей. Маша, Леш. Леш. Как работает вычисление d и того, d житого? Имеем такую табличку, понятное дело, да, что у нас d, там, может быть, d 0, g, может быть, d и 0, и так далее. Вот. Во-первых, чему равна эта ячейка? Ну, эта ячейка, понятное дело, равна нулю. Чему равны вот эти вот ячейки? Как вам кажется? Как мы из нулевой строки сделаем там па, сделаем па, ша? Совершенно верно. 1, 2, 3, 4. И тут то же самое, да? 1, 2, 3, 4. Супер. Хорошо. Какими способами мы из L можем сделать p? Либо, как бы, мы вставляем, да, там. Короче, мы берем минимум из этих предыдущих трех значений по динамике. И если там, как бы, то есть, если минимум здесь, то смотрим, равны ли числа, равны ли символы или нет. И тогда, как бы, добавляем p и t, j. Если где-то здесь, то просто добавляем единичку. Ну, здесь мы нашли минимум вот в нуле. Согласны? Соответственно, мы добавляем p и t, j для символов L и p. Ну, наверное, это будет 1. Согласитесь? Ну, потому что p и t, j для L и p это единичка, они не равны. И, соответственно, чтобы из L сделать p, нужно сделать одну замену символа. Очень просто, да? Ну, рискну сказать, что тут будет у нас по двойке. Рискну сказать, что тут у нас будет двойка. Согласны с этим? Ну, потому что да, то есть, как бы, двойка — это одна замена плюс одна вставка, по факту. Вот. Ну, и здесь две замены. Вот с ша уже интереснее. Явно здесь будет 3, явно здесь будет 3, потому что меньше себе мы позволить не можем. Однако, ну, и здесь, соответственно, будет 3, здесь будет 3. Вот. Однако в этой ячейке, учитывая, что ша и ша равны, и минимум достигается по диагонали, мы тоже получим тройку. То есть из па... Не, вру, вру. Мы получим вообще двойку, потому что п и та и жи та у нас равны. Ну, равны нулю, потому что символы равны и та и жи та. Вот. И что с а получается? С а получается тут двойка, а тут как бы все там не так весело, как говорится. Вот. 4, 4. Тут, кажется, 3. Можем себе позволить. Здесь, т, 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 т. Здесь 4. Здесь 4. Здесь 3. О, окей. Так, согласны, что вот эта табличка подходит под то определение, которое я вывел? Так, в четвертой строке второй 3. Почему? А, все, да, извините. В четвертой строке тоже. То есть мы Лешу в Пашу можем превратить... Ой, Лешу в Па можем превратить реально за 3 действия, потому что, да, как бы там удаляем первые 2, меняем третью, и вот и получилось. Согласен, спасибо. Да, тут тоже как бы минимум вот тут достигается и как бы плюс 0. И таким образом в итоговой ячейке, которая как раз таки соответствует D, M, N, то есть где M — это размер первой строки, N — это размер второй строки, мы и получим, соответственно, наш ответ. То есть редакционное расстояние для этих двух строк как раз будет 2. Согласны? Вот. Я надеюсь, что понятно, о чем это речь. И еще одна мини-задача, так сказать, заключается в том, чтобы непосредственно восстановить те действия, которые мы делали с нашими замечательными с нашими замечательными строками для получения такого расстояния редакционного. Вы понимаете, в чем будет теперь заключаться как бы действие? Ну, совершенно верно, да. То есть, коль скоро мы оказались здесь через последовательность действий, нам надо идти, условно говоря, в минимум из там левой, верхней и диагональной. И тогда, когда мы пойдем в минимум, мы поймем, откуда мы пришли, во-первых, в данную ячейку и, соответственно, какое действие мы делали. Когда мы от двойки перейдем в двойку, мы скажем, что четвертый символ мы не трогали, потому что, соответственно, редакционное расстояние, во-первых, не изменилось, а во-вторых, мы тут могли сделать только замену, но она не требуется. Вот. Дальше, из этой двойки мы снова пойдем в эту двойку. То есть, третий символ мы тоже не трогали. А из двойки мы пойдем в единичку и скажем, что второй символ мы действительно заменили. Согласны? И тут первый символ мы заменили. Иногда есть смысл… Давайте, если у нас есть еще немножко времени, у нас оно есть, да, сделаем там какие-нибудь две строки, которые решаются хорошо удалением. Давайте покороче, чтобы было просто понятно, что произошло. Ну, давайте там, типа… A, B и A, B, B, A… Это как-то долго. Нет, давайте там, типа, A, B и A, C, B. Согласны? Тут A, B будет, а тут будет A, C, B. Тогда тут будет 0, тут будет 1, 1, тут будет 0, потому что нам ничего не надо делать. тут будет, соответственно, 1, тут будет 2, ну, 2, 3, 2, 2 просто. Вот. Тут будет 3, соответственно, тут будет у нас 1, 0, 1, тут будет у нас что-то будет, А, C, 2, кажется, да, и здесь будет 2. Так, согласны? А, да, 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 все, 1, все верно, да, спасибо. Я снова, да, по диагонали перешли и из-за того, что B равно B не инкрементировали. Да, согласен тоже. Из A, C в A, B мы тоже за 1 можем перейти. Вот. Окей. И теперь давайте воспользуемся тем же проходом, который мы делали вот здесь вот. Только теперь он немножко будет по-другому выглядеть. Смотрите. Из 1 мы в 1 перейдем и скажем, что последний символ мы не меняли, потому что ничего не изменилось. Согласны? А когда мы повернем налево, да, мы скажем, что, ну, коль скоро, да, у нас тут минимум слева находится, мы скажем, что мы непосредственно задействовали удаление одного символа, конкретно символа C. Понятно? А если бы мы пришли наверх, то мы бы сказали, что мы задействовали вставку одного символа. Да, то есть, смотрите, если бы мы там из A, B делали А, C, B, то мы как раз бы тут пошли где-то наверх и сказали бы, что мы делали вставку символа. Понятно? Вот. Ну, а дальше, да, просто тоже мы сюда придем и из, там, из диагонали перейдем по A, просто не изменяя ничего. Вот. Понятна эта механика? То есть, в зависимости от того, да, если мы делаем из, там, вот этого слова вот это, то переход влево означает добавление символа. Вот. Ну, а, соответственно, если из этого в это, то удаление символа. Вот. И таким образом, обходя только по три символа и идя наверх, да, ну, по факту мы за O от N дойдем туда, да, кажется, у нас только есть, там, возможность 2 N шагов сделать, ну, точнее, M на N шагов. Да, потому что, ну, длина первого на длину второго. Вот. Соответственно, за достаточно хорошую асимптотику, там, не превышающую всю историю, да, M плюс N, извините, шагов, да, потому что мы каждый раз либо наверх, либо налево идем, либо наверх и налево. Вот. За хорошую асимптотику, имея вот такую вот таблицу для расстояния и Ливенштейна, мы можем восстановить все операции, которые мы делали над нашими строками для, как бы, получения результат, получения из одной другой. Понятно? Асимптотика построения M на N, потому что нам надо, да, там, типа, будет все вот эти D-шки, а асимптотика восстановления по вот этой табличке O от M плюс N. Ну, потому что мы каждый раз продвигаемся либо вверх, либо влево, либо вверх-влево. Вот и все. Ну, а максимум наверх мы можем подняться там M раз, максимум влево N раз. Так. Окей. Ну, да, только единственное, что там, при там, решении каких-то вопросов задействовать или не задействовать этот алгоритм, учитывайте, что доп.память, которая для него нужна, тоже от M на N. Доп.память. И как бы, ну, не каждый себе может позволить такой двоичный массив завести. Так. Понятно? Окей. Тогда на сегодня все. До завтра. Thank you. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...